Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24. В студии Александр Тур и сегодня в выпуске. В эти выходные волонтёры оперативного штаба ТУВА отправят очередной гуманитарный груз в зону СВО. Отопительный сезон в Лукхемском районе проходит в штатном режиме. Совет отцов ТУВА оказал помощь в приобретении холодильника многодетному отцу. Сегодня в Национальном театре глава ТУВА выступил с ежегодным посланием Верховному хоралу о положении дел в республике и внутренней политике на следующий год. В своём послании Владислав Хавалык определил поддержку семьи основным направлением социальной политики на 2023 год. Руководителям региона инициированы новые проекты. Какие? Смотрите материалы далее. Проведение специальной военной операции, направленной на защиту Родины, сплотило всю республику. Военнослужащие из ТУВА с самого начала на поле боя показывают себя достойными преемниками. В лице всех защитников Родины приветствуют герои России Мергена Тонгака и Кандемиря Лапсана Комбу. Приветствую всех защитников Родины. Несмотря на все сложности в республике, в этом году поэтапно решаются задачи, которые были обозначены в послании на 2022 год. Введён эксплуатацию мост через Большой Енисей, теперь тот же, имеет круглогодичную транспортную доступность. Проведён и ремонт сложных участков подъездных дорог к селам республики. Произведён ремонт дороги к селу Байхак, внутренней дороги села Дурген, по которой идёт поток машин к озеру Чагатай. Следующим этапом станет ремонт дороги до самого озера. В Козыле отремонтирована основная улица в микрорайоне Вавиленский, обновлены 11 километров уличной сети столицы Тувы. На сегодня завершается инициированный Владиславом Ховалыгом проект «Народный мост». Так, всего построено более 30 сооружений, 14 из них только в текущем году. А в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в уходящем году удалось благоустроить 27 общественных территорий. В своём послании глава Тувы предложил муниципалитетам внести свои идеи по формированию современного облика Тувы. На первом этапе необходимо решить проблему заброшенных зданий и сооружений, а затем найти интересные архитектурные и объёмно планировочные решения для создания нового облика территории. Поручаю Министерству строительства разработать такой проект. А Министерству жилищно-коммунального хозяйства вместе с муниципалитетами нужно работать над проектом «Чистый город», «Чистое село». Есть проект «Чистое село». По этому направлению нам сейчас нужно составить планы действий. Но на сегодняшний день, например, наш Кожун-Тандырский Кожун, мы за последние годы сумели восстановить 5 зданий и сооружений, которые ранее не использовались. И, конечно же, селом глава определил по всем отраслям важные направления и поставил необходимые задачи. Объём промышленного производства относительно прошлого года в Туве вырос на 34%. Об этом в ходе послания сообщил Владислав Ховалы. По отдельным позициям темпы роста за 10 месяцев превышают даже среднероссийские, что выделяется на федеральном уровне. Прозвучали и поручения, задачи, связанные с наращиванием в том числе своей доходности бюджета. То есть это поддержка наших инвестиционных проектов, нашего малого и среднего бизнеса. Очень здорово, что у нас уже развиваются проекты, в том числе Межигей уголь возобновил, добыча угля. Луксин работает. И очень серьёзные цифры в сравнении с другими регионами у нас получились по индексу промышленного производства. Плюс 34%. Это не у каждого в этой ситуации есть. То есть это такой большой плюс в копилку региона, в нашу доходную базу. Многие рейтинговые показатели, исследования общественного мнения по всем направлениям дают показатели по ТУВЕ совершенно очень хорошие и позитивные. Это рейтинговые показатели по различным разделам экономики, по созданным рабочим местам, по ситуации на рынке труда. То есть всему экономическому блоку, в том числе по видам экономической деятельности, республика находится в хорошем позитиве. Ключевым звеном экономики республики остаётся сельское хозяйство. От его успешности зависит продовольственная безопасность ТУВЫ и благосостояние почти половины жителей республики. Важно не только получить продукцию, но и сохранить её, переработать и довести до потребителя. Мы занимаем пятое место в России по численности мелкого рогатого скота. Входим в топ-5 каневодческих регионов страны. Имеем уникальные экологические характеристики мяса. Неотложным вопросом для нас является создание крупного производства по переработке мясной продукции. В центре внимания дети и социальному блоку оригинального правительства главой ТУВЕ поручено формирование плана по организации досуга и занятости детей на следующий год. Глава ТУВУ сегодня в своём послании подчеркнул о том, что нужно будет формировать общественные движения по охвату детей и молодёжи, молодёжных движений. Я думаю, что данное направление актуально, тем более, что у нас в последнее время очень большой рост негативных последствий, подростковая преступность. Думаю, что раньше, в советское время, очень много было общественных движений по работе с детьми и с молодёжью. Это начиная от октября, пионерских организаций, комсомольских объединений, основная цель которых – это охват детей и обеспечение их мероприятиями. Основа национальной культуры – язык. В послании глава ТУВЕ поручил предать статус национальной гимназии школе номер 2 города Кызыла. В послании главы республики ТУВЕ я хочу отметить, что это актуальная проблема – это региональный язык, тувинский язык именно. Развивать тувинский язык в школах, учебных заведениях – это важнейшее решение. Развивается и здравоохранение. До 2025 года планируется обновление 32 ФАПов и 11 врачебных амбулаторий. А благодаря мерам поддержки на малую родину вернулись 76 врачей. Профильным министерством руководителям региона поручено формирование двух проектов – «Мой учитель» и «Мой доктор». Отрадно, что глава республики затрагивает проблемные сферы, социальные сферы, в том числе и здравоохранение. Четко и понятно были доложены, что было проделано в нынешнем году. И также определены пути дальнейшего развития помощи населению, медицинской помощи населению. Это и приобретение дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования, а также и привлечение квалифицированных медицинских кадров в нашу республику. Учитывая, что у нас регион особенный, есть свои нюансы, можно сказать, я считаю, что этот проект очень необходим для наших сотрудников, для медицинских работников. Я считаю, что этот проект, возможно, и в будущем будет привлекать специалистов, которые работают в других регионах, в том числе и наши. Глава ТУВЫ, завершая послание Верховному хуралу, сообщил, что 2023 год будет объявлен Годом народной сплоченности. Аэросад Владимир Ширтык, Буямангуш, Буянойон, Эмиран Эргейт, телеканал ТУВА-24. Республиканский объединенный штаб продолжает поступать помощь от организации населения ТУВЫ. Совместно с правительством республики формируется очередная партия гуманитарного груза, которая отправится на передовую 18 декабря. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня, 16 декабря, в сборе гуманитарной помощи приняли участие депутату Верховного хурала Республики ТУВА, депутату хурала представителей Козылского Кожона, фонд содействия представителей профсоюзных организаций, а также своих вклад внесли администрация Верховного Кожона и коллектив гимназии номер 5 города Козыла. У нас была такая идея, учителя технологии сделали выкройку наколенников, дети старших классов, учащиеся девочки, сделали выкройки эти, и потом все вместе прошивали. То есть и учителя брали домой, прошивали, дети в кабинетах прошивали. Кто-то сдавал деньги, кто-то приносил уже вещи. То есть мы для этого купили, то есть на эти средства мы купили носки, стельки и пояса. И, конечно, мы решили, что эта подсылка придет к Новому году и плитку шоколада. По словам депутата Верховного хурала Республики ТУВА Ульяна Мангуш, в этот раз приобрели овечий шкур и закупили для бойцов теплые пояса. Тут у нас получается 80 овечих шкур, но большого размера, а 30 штук, но немного меньшего размера. Мы еще приобрели пояса, 100 штук наколенников и 200 пар носков. Свою лету благотворительную аксу вынесли судьи, ветераны в отставке, а также сотрудники ТихПИ. Собрали деньги, закупили три квадрокоптера для наших бойцов. Мы собрали общие собрания и решили, значит, единогласно проголосовали однодневную заработную плату перечислить вот этот штаб содействия. И попросили с тем, чтобы приобрели сейчас война современная, квадрокоптеры. Я думаю, они помогут нашим ребятам, бойцам. Очередной угроз гуманитарной помощи будет отправлен из Тувы уже в это воскресенье. Следующая отправка у нас планируется 18 декабря и прибудет как раз к Новому году нашим ребятам. Также призываем своих земляков, что сбор гуманитарной помощи у нас до сих пор продолжается. А мы напоминаем, что единый штаб помощи военнослужащих находится по адресу улицы Кочетова, 155. Звоните по номеру 2-17-44, чтобы знать, какие именно вещи нужны сегодня на передовой нашим военным. Решать социальные задачи с помощью IT-продукта. Во Дворце молодежи среди разработчиков и студентов прошел второй республиканский конкурс «Хакатон». Сколько команд приняли участие, смотрите в материале далее. Проверить свои силы, получить новый опыт, прокачать навык работы в команде и не только. В ходе республиканского конкурса «Хакатон» каждый участник пробует себя в работе с большими проектами по пяти направлениям или по другому кейсам. Главная цель – популяризация IT-сферы. В стране у нас на данный момент ощущается нехватка IT-разработчиков, ну и вообще программистов. Мы планируем, что наши ребята могут занимать и занимают ведущие места, поэтому нужно популяризировать. И за счет этого, я думаю, что у нас может республика оказаться в числе лидеров по данному направлению. Студенты, программисты, фрилансеры и госслужащие в республиканском конкурсе «Хакатон» участвует 15 команд и более 40 участников. По сравнению с прошлым годом это почти вдвое больше. Планируется, что в третьем «Хакатоне» свои проекты представят и школьники, ведь за их светлыми умами – будущее страны. На следующий год тоже у нас будут представлены данные мероприятия. Ну уже, наверное, посмотрим, или в летний период, или как, чтобы можно было привлечь еще и школьников, которые тоже. Потому что по итогам 2021 года первое место занял десятиклассник. Разработка сервиса по поиску грантов. Именно по этому кейсу работают молодые ученые ТИКПИ. Очень перспективный проект. Я думаю, что в последующем, если дальше развить его, в плане того, чтобы для республики важно, мне кажется. Сервис предназначен для поиска наших республиканских грантов, чтобы подать заявку, чтобы рассмотрели в этом плане. Я работаю в Тувинском государственном институте гуманитарных исследований. Мой однокурсник Тумацай Велек работает в третьей школе. А студенты Тувинского госуниверситета разрабатывают интерактивную карту погоды Тувы соседними регионами. Мы занимаемся разработкой приложения на основе Гесметио для получения более точной температуры, так как это актуальная сейчас проблема. Команда «Солнышко» для участия в конкурсе выбрала второй кейс – бренд Бук. Второй кейс решает довольно интересную проблему, то есть бренд Бук для компаний, которые занимаются в IT-отрасли. То есть надо будет сделать логотип, цвета, которые запоминаются именно с этой компанией и тому подобное. Подобные конкурсы нужно проводить для того, чтобы как минимум наши студенты, IT, которые интересуются этим, друг с другом знакомились, имели знакомство и могли делать более большие проекты в команде. И также это дает очень большой опыт в реализации настоящих проектов. Итоги второго республиканского конкурса «Хакатон» подведут 17 декабря в 11 часов в Центре Тувинской культуры. Победители ждут денежные сертификаты. Айрасабы, Амагуш, Белая Коржак, телеканал Тува-24. «Проверь себя и все получится» – так называется проект, с которым общественники работают с населением разных возрастных и социальных групп. Сегодня с ним познакомились студенты Тувинского строительного техникума. Сам проект начал работать относительно недавно. Организаторы не раз выезжали в район республики. Сейчас проект «Поверь себя и все получится» запущен на базе Тувинского строительного техникума. Они хотят каждый рассказать о себе, что в жизни всякое можно добиться детям. То есть профориентационные направления. В ходе встречи студентов познакомили с самой работой проекта. Рассказали о возможностях ориентироваться с будущей профессией. Заявили о готовности помочь советами и поделиться профессиональными навыками. Главной у них цель – задача пропаганда здорового образа жизни против алкогольного и табачного курения. И в общественных местах, как вести себя. И очень такие авторитетные люди, когда говорят. И для нас, для наших студентов это очень приятно. В команде проекта задействованы общественные деятели. Именитые художники, артисты, танцоры, айтишники, олимпийский чемпион Артасана и первая леди Тувы Айлана Хавалык. Совет отцов Тувы оказал помощь в приобретении холодильника для многодетного отца, который в одиночку воспитывает детей. Вместе с членами совета в гостях у семьи, проживающей в поселке Кахем, побывала наша съемочная группа. Виталий Хамушко – многодетный отец-одиночка. Воспитывает троих детей. Старшая дочь учится в восьмом классе в школе номер один поселка Кахем. Среднему сыну 12 лет и младшей дочери 7. В 2015 году в семье случилось большое горе. Супруга с младшей дочкой попали в ДТП, женщина погибла, а девочка стала инвалидом. Несмотря на трудности, Виталий Хамушко не опустил руки и старается детям заменить ей маму. Перед Новым годом семья Виталия Хамушко получил большой подарок – новый холодильник, купленный от Совета отцов республики. У нас давно сломался холодильник. Без холодильника тоже очень тяжело было, потому что у меня детей много. Двое детей у меня инвалиды. Один воспитываю, ведь это непросто. Нам помогают мои родители. Сегодня нам привезли такой приятный сюрприз – новый холодильник. И это нам очень приятно. Благодарим. Мужчине одному воспитывать детей очень непросто. Приходится каждый день решать бытовые вопросы. Я недавно ездил в Москву. Встречался с правлением Совета мужчин Российской Федерации. И мы там договорились доказать материальную помощь нашим отцам, которые воспитывают сами. И вот этот холодильник – 45 тысяч рублей. Впервые мы вручаем Хамушку Виталию Викторовичу, который воспитывает один из троих детей. В нашей республике на сегодняшний день числится 37 отцов-одиночек. Пятер из них получат к Новому году нужную бытовую технику от Совета отцов республики. Тувинские фермеры стремятся к тому, чтобы местный рынок был заполнен собственной молочной продукцией. В магазинах уже можно встретить даже тувинское мороженое. Новый цех переработки в Болгазине поможет превысить 18-процентную планку потребности тувы в молоке. Рассказывает Сайгин Бюрбю. В селе Болгазин Тандитского района готов к запуску современный молочный цех. Линия, которую устанавливают на базе хозяйства Чечен и Василий Аюнов, самая мощная в туве. В час она способна переработать до двух тонн молока. Здесь у нас происходит приемка молока. Сразу учет станции учета, пастеризация, гомогенизация, нормализация, сепарирование и выход готовой продукции. Выход готовой продукции почти все номинования. Творог, йогурты, кефир, сметана, молоко и так далее. Работать на автоматической линии удобно. Все данные выводятся на экраны с термометрами. Как раньше бегать не нужно. Цех может перерабатывать до пяти тонн молока в сутки. Можно и больше, если работать в двесменной. Проблемы не будет у бежунат Дар Ахтямов. В работе линии ничего сложного нет. Все, как в современном телефоне. Мы пробный запуск уже сделали. Сделали сметану, сливки и молоко пастеризовано. 3,2 жирности. Сфиксовали. Качество. Чем-то включается. Сейчас молоко будет гомогенизировано, очищенное полностью. И по технологии пастеризация до 90 градусов. Срок годности увеличится. Оборудование российского производства. Выбирали все самое лучшее и с высокой производительностью. Если в день перерабатывать до 20 тонн молока, то чуть больше половины полученной продукции будет, собственно, молоко. Другая часть – сметана, сливочное масло, сыры и прочее. Рассчитываем, что около 10 тонн молока обеспечит свое стадо. Благо, по гранту семейная ферма удалось приобрести еще 200 голов молочных сементалов. Другую часть потребности в молоке планируем закупать у населения. На фермохозяйство в общей сложности сегодня содержится около 1000 голов крупнорогатого скота. Есть молочные и местные породы. Кормление, доение, уборка коровника – все механизировано. Кому, как не хозяйству Василия Аюной, такие же крепкие хозяйственника притворять в жизнь, стартовавший в 2021 году губернаторский проект «Молоко Тувы». Считаю, что проводимая правительством Республики сельскохозяйственная программа верна. К примеру, благодаря этой программе мы позволили себе увеличить этот цех. Теперь в рамках проекта станет возможным модернизировать и другие устаревшие молокозаводы. Больше других в молоке нуждаются столичные учреждения. Поэтому в следующем году создадут еще три мини-цеха по переработке молока в Кызылском районе. Молоко Тувы имеет социальный эффект. Получателями субсидии ПЦР в этом году принято обязательство по созданию 21 рабочего места и 19 в следующем году, отмечают в региональном Минсельхозе. Сайганбербюш, Албан Монгуш, Айдана Сенденма, Тува-24, Тандинский район. Морозы накрыли всю Туву. Наша съемочная группа побывала в Лукхемском районе и узнала, как работает ТЭЦ и топливный склад города Шаганара. На топливном складу, который обеспечивает теплом дома с 22 тысячами лукхемцев, сейчас горячая пора. Руководитель райтопа Саян Дамберел сообщил, что в течение зимы потребители закупают до 15 тонн угля. Все зависит от года. Иногда бывают теплые, теплые года наступают, а иногда бывают и холодные. Поэтому в прошлом году, если оглянуться назад, то около 15 тысяч тонн мы продали. ТЭЦ, который был построен в 1981 году в районном центре Лукхема, в городе Шаганар, сегодня отапливает 62 многоквартирных дома. А топительный сезон бесперебойно идет по трубам и батареям домов с общей протяженностью 28,5 километров. В Шаганарском ТЭЦ работают свыше 100 человек, из которых 11 специалистов с соответствующим образованием поочередно трудятся в 4 смены по 12 часов. У нас в данное время расход угля составляет 160 тонн. На улице в данное время сейчас 34. До недавнего времени из-за некачественных систем и материалов в целом система топления шла не на должном уровне. Причину выявили, сообщает начальник участка. Перед отопительным сезоном привели капитальный ремонт системы топления, а инженеры техники уделяют особое внимание работе котельной. Буквально вчера последние дома в районе Купчера все проверяли состав комиссии города, состав комиссии Хозжуна в квартирах и батареях. Соответственно, температура нормальная. Имеется нормально. И в квартирах составляет 22-24 градуса. Таким образом, рай топ Улухемского района работает без перебоев. Ресмангуш, Мерганандар, Буянмангуш, Белекоржак, телеканал ТУВА-24. Новый год уже на пороге. В стиларе Алдын-Дашка стартовал новогодний квест Форт Боярд для школьников средних и старших классов республики. Ребята окунулись в атмосферу новогоднего торжества, игр, загадок и приключений. Дали слово нашему корреспонденту. Ребята поделились на команды и под руководством хранителей ключей проходили захватывающие головокружительные этапы с разнообразными испытаниями. На ловкость, отвагу, сообразительность и логику. В стиларе Алдын-Дашка специально подготовили разные площадки для проведения игр. Было много станций, таких как лабиринты, игра в колонки, игра в шарики, волшебные сосуды, паутина, скачки. Конные скачки. Это традиционная наша тувинская игра. Игра баранья-страгалы. Участвует мастер и команда, игроки команды. Если конь мастера побеждает, приходит первым, то ключ мастер не дает. Если конь одного из участников команды побеждает, то, соответственно, мастера дает ключ команде. Атмосфера и антураж погружают мир тайн и загадок буквально сразу же, как только началась игра. Все прошло на одном дыхании. Лучше один раз увидеть, говорят участники. Эмоции приполняли школьников. Нам понравилась игра в Гутайслопов. Мы там угадывали дневник, пицца, компьютер, линейка. Больше всего была интересная игра в шарики. Мы там играли, доставали шарик. Там было интересно. После прохождения этапов организаторы квест-шоу «Форт Боярд» подарили детям сладость от Деда Мороза. Все уходили с хорошим зимним настроением. Новогодний квест «Форт Боярд» продлится до 29 декабря. По информации мэрии Кызыла, на новогодние утренники будут допущены родители и дети, которые поставили себе вакцину против гриппа и коронавирусной инфекции. Отметим, что вакцинация детей от COVID-19 разрешена с 12 лет. В исполнении протокола в заседании правительства Республики 2, 10 декабря 2022 года органам местного управления, в том числе руководителям образовательных учреждений, рекомендовано допускать к участию культурно-массовым мероприятиям в рамках празднования Нового года детей, в том числе родителей и организаторов, только с наличием вакцинации или вакцинации против новой коронавирусной инфекции и вакцинации против сезонного гриппа. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова